здравствуйте друзья с вами снова валерий и видео снова об альтернативе собственно об этом генераторе начальном видео не планировалось снимать поэтому в начале ролика есть файлы которые снимались на телефон и были адресованы чисто для романа то есть хозяина этого генератора но в процессе рома сам сказал чтобы я снял видео и получилось в общем то что получилось видео получилось длинным я постарался раскрыть множество нюансов которые позволят избежать ошибок при изготовлении генераторов в общем что с этого получилось кому интересно смотрим от романа пришла вот такая огромная и неподъемная посылка вес этой посылки 33 килограмма и содержимое этой посылки я думаю будет очень вам интересно не знаю видно будет или не видно здесь короткая явно не перебили здесь несколько проводов просто протерлась в общем суть таковая что рома сделал генератор давно запустил что-то очень мало ума смотри если генератор все нормально собранный то вот здесь вот такого не должно быть здесь магнитного поля снаружи блин не должно быть вообще если есть вот такое вот прилипание все мало железа ну и что могу сказать вот видим магнитик магнитик размерами 45 30 и высотой 10 ну даже на вскидку сила удержания его должна быть более 30 килограмм это даже с 15 килограмм нету то есть такое понты и это все произошло скорее всего на магнитик 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 держит в общем в общем смотрим вот видим то есть у него у него даже половины нету этой намагниченности ну там я знаю может даже 15 килограмм нету то есть такое понты и это все произошло скорее всего из-за того что рома приваривал там смотрю швеллер и все это ерунду это это скорее всего вот произошло из-за того что на генераторе с магнитами производилась сварка это уже не первый случай когда магниты перестают быть магнитами после сварки так что выводы делать вам варить или не варить с магнитами но я когда мне надо что-то приварить я ротор с магнитами всегда вытаскиваю это будет дешевле теперь вот с этим ротором ну скорее всего здесь была цельная железка вот видим буртик но в итоге видимо по размеру не попали протачивали протачивали да протачивались что тело здесь совсем не осталось то есть даже ежели такая ситуация нужно было наварить либо полоски какие-то то есть толщину вот эту нужно набирать до тех пор покуда вот здесь вот этого не будет то есть наружной наружного магнетизма не должно быть вот видим по прилипало все что можно но в итоге все это согнули я вот даже не знаю что с этим все сделать такой трубы у меня нет решил из шины в гендбать такие кольца все это сваривать в общем что то возможно даже эту шину поверх вот этой кастрюльки попривариваю в общем еще я не знаю не решил как это все будет в данный момент пробую отдирать то что еще держится то есть эти магниты они по отбивались но вот видно она здесь согнута здесь они были отбиты заклинили статор и в общем с трудом и с трудом я вытащил да и вот еще покуда не забыл ежели вы делаете вот подобные конструкции подумайте о том как вы это все будете снимать то есть вот здесь обязательно должны быть резьба под съемник здесь такого нет поэтому хорошо что у меня есть хороший сосед я его попросил ему плохо мы это все стащили самому это все стащить практически нереально тем более с заклиненными магнитами кстати насколько я понял магниты здесь клеены двумя разными клеями вот эта половина что сама отпала здесь на каком-то черном непонятно на что а вот эта половина похоже на металл бонд почему я так решил потому что как во первых эти магниты очень крепко держатся ну что самое примечательно когда отбил один магнит то внутри магнита видимо неправильно была замешана пропорция и клей не высох и характерный запах был а вот хочу показать как выглядит неодим без никелирования то есть вот никель оторвался и вот видим какого серого цвета этот неодим вот так вот он выглядит представляете какая здесь толщина металла это я ничего не делал это так и было это я просто оторвал магниты и вот это в этом месте еще где-то видел то есть папиросная бумага на своем самодельном шиногибе согнул вот такие кольца вот одно уже готовое вот такое и в общем с этих колец попробую сварить корпус изначально толщина вот этой кастрюльки была вот такая но мы видим у с размером не угадали и протачивали протачивали да протачивались что толщины здесь не осталось решил пойти как бы по упрощенному пути то есть эту кастрюльку я не стал трогать все оставил внутренность как есть сверху на эту кастрюльку вот сделал вот такие кольца подогнал их очень и очень плотно неудобно смотреть на камеру забивать это кольцо есть эти два кольца я в данный момент сейчас проварю ну и поверх этих колец согну и еще кольца а затем это все проточится и будет один цельный корпус полностью обварил второй ряд проложенной шины в данный момент все остывает ставлю станок протачиваю потом посмотрю какая будет толщина и скорее всего будет еще один третий ряд шины ну вот результат гнутых шин чем это то что у меня получилось сделать проточил здесь подровнял и нарезала резьбу сделал технологическое отверстие для съема этого ротора на этом генераторе 16 магнитных полюсов в общем что я сделал в данный момент я через один наклеил скажем все южные полюса то есть вот эти все восемь магнитов стоят одноименным полюсом к статору северный полюс не вклеен и хочу поставить это вот и в данный момент я собрал генератор залипания вообще нету то есть он свободно крутится вот без проблем и хочу поставить его в патрон токарного станка покрутить посмотреть что он может выдаст значит можете нажать на паузу и написать ваше мнение будет ли работать такой генератор и почему либо не будет работать такой генератор и почему а после тестов я расскажу зачем я это сделал думаю вам это будет интересно генератор поставил патрон токарного станка конечно это все стремно потому что вес генератора 30 килограмм он зажимается здесь буквально по сантиметру губками и подпереть его там центром но никак потому что вращается наружная часть ну да неважно сильно его нагружать не будем ну посмотрим значит мое мнение что он будет работать понятно что не на с полной отдачей но работать будет так так вчера вечером спаял уже традиционный мост ларионова как видим радиатор с двух кусков отрезанного багета такая конструкция отлично себя зарекомендовала такие однохвазные мосты также себя отлично зарекомендовали это 50 амперные мосты но диоды у них спаренные то есть 100 ампер получается ну как бы 100 ампер вряд ли он выдержит 50 он выдержит точно такая конструкция проверено было на терминаторе на панде ну и на комете но об этом чуть позже данный момент тестируем этот генератор все как обычно подключил его самодельному стенду с регулируемой нагрузкой 90 оборотов нагрузка примерно 3 ома и уверенный заряд на 12 вольт напряжение холостого хода 27 вольт а затем вклеим недостающие магниты и проведем нагрузку примерно 5 ом нагрузка примерно 5 ом уверенный заряд на 24 вольта 180 ватт выдают и напряжение холостого хода а затем вклеим недостающие магниты и проведем полноценный тест ну а теперь проведем разбор полета значит для этого нам нужно для начала разобрать генератор в общем гайки эти я уже как бы сорвал кстати рома вот здесь одной гайки не было это не я ее потерял здесь ее не был в общем так это все раскручиваем далее в технологические отверстия закручиваем наши съемные болты вот так 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 и все это снимаем так Собственно почему я провел этот тест, значит суть такая, Рома мне подарил точно такое же железо на котором я мотал ему статор, то есть железо которое стоит вот на этом же генераторе и вот один еще пакет Рома подогнал мне и у меня возникла такая вот мысль, ширина полюса которая должна вот здесь вот быть 45 миллиметров у Ромы магнит 30 миллиметров, то есть 15 миллиметров здесь не хватает, то есть понятно что это как минимум одну треть мощности этот генератор не добирает, у меня возникла мысль сделать на таком же генераторе, но пассивный паз, значит объясняю, то что этот генератор изначально должен был работать, я даже не сомневался, вот видим магнитик, здесь я говорил что все полюса наклеены, вот видим отталкивается, но я не знаю вам это понятно, но отталкивается, вот видим я его туда он отталкивается, и так все магниты отталкиваются, но вот здесь в промежутке, где нет магнита, вот этот скажем минус, то есть если здесь плюс наверху, можно север кому как угодно, ну будем считать, вот скажем, будем считать, что здесь плюс наверху, вот плюсики одноименные полюса, вот здесь плюсик, и здесь плюсик, они отталкиваются, то есть здесь отталкиваются, здесь, но в этом промежутке вот этот минус который с обратной стороны магнита, он выплывает вот здесь вот этом промежутке и ежели здесь был из металла просто варенный кусочек на уровне с магнитами это был бы практически равноценный магнит вот смотрим вот здесь магнит отталкивается а вот здесь вот видим он притягивается и вот он видим стоит зато далее вот все он отталкивается рядом а рядом притягивается то есть получается магнитов восемь но из-за пассивного полюса который выплывает между магнитами получается на 16 полюсов я думаю понятно зачем я проводил этот опыт у меня такая идея появилась что можно взять с десятки металла нарезать форму магнита приварить а между ними вклеить магниты одним полюсом вверх и это все будет работать такую конструкцию я видел на военных генераторах и довольно не успешно и отлично работает в общем все клеим остальные магниты и полный тест кстати у меня там был вопрос легко ли мотать статор с наружным зубом да мотать легко а вот магниты клеить это чистая попа кстати магниты все приклеены возможно вы уже догадались на шпаклевку обычная автомобильная шпаклевка вот баночка видим универсальная вот такая баночка она у меня большая но не столь важно вот такая и вот на эту шпаклевку я клею магниты во первых отличное заполнение и держит не хуже там какого-то крутого хорошего заводского дорогого клея ну вот приклеил я все магнитики предварительно уже более-менее наждачной бумагой обработал это все здесь у меня помощник как обычно и помоги там что хочу сказать значит изначально я разметил сектора на 16 полюсов но магнит не соответствует этому полюсу то есть здесь полюс 45 миллиметров магнит у нас 30 миллиметров поэтому я магнит приклеила со скосом и в идеале скос должен быть где-то 18 миллиметров но выставить и точно приклеить такой магнит внутри это очень сложно поэтому неважно как он будет приклеен ближе к этому магниту либо ближе к этому то есть скос клеил на глаз магнит примерно на глаз главное чтобы этот магнит не выходил за пределы размеченного сектора сам ротор крепится вот на такой ступице я не знаю с чего это его рома откопал но ступица мощная одно что смущает старайтесь избегать вот такие роликовые конусные подшипники потому что осевое давление очень большое и она просто запирается в общем задавливается и винт теряет обороты вот из-за вот этих конусных подшипников значит крепление самого ротора вот на этих шпильках но вот здесь между шпильками есть свободное пространство для крепления хаба то есть я бы посоветовал на роторе с приклеенными магнитами ну желательно лучше ничего не варить потому что если не электромагнитное какое-то поле то нагрев который передается по железу ну наверняка выведет магниты со строя в начале ролика я показывал как магнитилась линейка ну и вот смотрим в данный момент то есть здесь по верху этого генератора нет никакой намагниченности ну вот видим линейка тоже ну чтобы не сомневались что это тоже линейка вот магнит тут видим то есть все металл и вот здесь то есть я думаю это все понятно залипаний в таком большом генератор не больше чем в аксевальном видим свободно снова генератор в патроне токарного станка но теперь уже с полноценным количеством полюсов и также прокручиваем на 190 оборотов и на 305 номинал этого генератора 375 оборотов посмотрю не знаю стремно раскручивать его до таких оборотов из-за того что генератора здесь вот видим 30 килограмм цепляется буквально вот а подпереть не позволяет вот этот там вареный швеллер в общем запускаем поехали смотрим 190 оборотов и разница конечно очень ощутимая вот это напряжение колостого хода 54 вольта теперь смотрим с нагрузкой то есть при 190 оборотах это будет уже уверенный заряд на 24 вольта вот смотрим нагрузку то есть просадки почти нет вот видишь на 190 оборотов и то еще можно вот 190 оборотов почти 400 ватт вот вот нагрузка 3 ома даже меньше так 305 оборотов что мы видим в общем здесь грузить его так грузить но станка не хватает станок проседает уже 800 ватт ну все станок встает еще видим 48 вольт еще его можно грузить и грузить просадки почти нет то есть больше киловатта но станок уже бедный упирается кстати мосты даже не греются я представляю сколько же он выдаст при номинальном напряжении ну дальше вот дальше все станок вновь видим станок сдает ну вот напряжение холостого хода 88 вольт то есть реально на своих номинальных оборотах это где-то 3 киловатта вот этот генератор будет выдавать полноценный тест этого генератора у меня не получилось по той причине что двигатель который стоит на моем токарном станке подключен к однохвазной сети И мощности этого двигателя не хватает прокрутить этот генератор с полной нагрузкой. Минимальный винт на этот генератор это начиная от 3 метров в диаметре. В заключение этого видеоролика хочу сказать большое спасибо Роме за подарок. То есть за статорное железо, которое он прислал. А для остальных кто досмотрел это видео до конца, всем побольше позитива, отличных идей, хороших друзей. До новых видео друзья. Пока.